Коллеги, Prodexpo 2021 открывает свои двери в следующий день. Рядом со мной спикер нашей деловой части, Герасимидий Данил. Здравствуйте, расскажите, какую тему вы обозревали для наших слушателей. Здравствуйте. Тема, которую обозревали, достаточно злободневная и интересная. Это тема интеграции объектов общественного питания в магазины, в ритейл. Она уже сейчас происходит. И, кстати, наоборот, ровно могу вам сказать, элементы магазинов проникают уже в объекты питания. И также мы затронули тему кулинарных производств на основе магазинов. Для тех магазинов, которые еще пока его не имеют, задумываются создать свое кулинарное производство. Мы немного разобрали, в каких случаях это стоит делать, какие есть плюсы и какие есть минусы и сложности, когда мы создаем производство кулинарное на основе магазинов. И, конечно же, наши интервью, они связаны с тем, что мы хотим показать всех участников нашей выставки, чем конкретно вы можете помочь ритейлерам и производителям. Очень интересно. Да, с удовольствием расскажу. Вообще компания «Гастронорма», даже из названия можно сделать вывод, основой своей берет именно разработку концепции проектов для объектов общественного питания. Но, как я уже сказал, в последние два года, особенно в пандемийный период, эти форматы достаточно сильно смешались. Если у нас было раньше небольшое количество магазинов, которые мы проектировали, делали дизайн-проекты, обновления, очень часто приходят, запрашивают, когда нужно из старого магазина сделать более современный, и желательно, конечно, как правило, это сделать небольшими силами, небольшим бюджетом, то сейчас уже, когда приходит новый объект, мы часто видим, что необходимо иметь либо в общепите элементы магазина, то есть какие-то стойки, витрины, решить вопрос, как будет организована продажа, как будет организован расчет. И обратная ситуация. К нам приходит, и это уже не редкость, к нам приходят магазины, которые говорят, нам надо интегрировать кафе, надо запроектировать так, чтобы, во-первых, соблюсти нормы, а они разные для общепит и для магазинов, надо сделать так, чтобы была оптимизация штата, но при этом всех интересует больше сервис для клиента. А клиент часто хочет не просто зайти в магазин, чтобы купить какой-то продукт, он хочет иметь возможность, если ему удобно, и там есть парковка, например, также, например, там перекусить, пообедать или даже полноценно поужинать. Наш профиль — это создание проектных решений, и мы их создаем сами, у нас достаточно хороший штат специалистов-проектировщиков, проектировщики и технологи, и инженеры. Инженерные разделы мы делаем все, архитекторы, конструкторы, дизайнеры и даже графические дизайнеры, потому что мы создаем это все, весь образ проекта, концепцию целиком. Ну, также есть консультанты по профилю, например, отдельно хлебобулочные, у нас очень сильные консультанты, и это, на самом деле, первый формат, который приходит часто ритейлеру в голову как дополнительной опцией своего магазина, это создание в ней пекарни, кофейни. Вот с удовольствием это тоже все выполняем. Как говорили психологи, что запах свежевыпеченного какого-то изделия, булочки, он повышает продажи магазина на несколько процентов. Подсознательно у покупателя остается впечатление дома и защищенности. Правильно я понимаю, что все магазины и все предприниматели могут обратиться к вам напрямую, можно поделиться ссылками на вас, которые они могут найти под видео, чтобы можно было заказать у вас эту услугу для того, чтобы повысить свои продажи. Да, безусловно, и причем не обязательно заказать, можно будет просто для начала проконсультироваться, чтобы понять, в каком направлении двигаться. Везде есть свои плюсы и минусы. И как вот сейчас совершенно справедливо было сказано, у потребителя часто свежий выпеченный хлеб вызывает положительные эмоции. Могу вам сказать, что от продажи кофе с кофейной наценкой, те, у кого кофейни меня поймут, положительные эмоции возникают уже не только у потребителя, а очень серьезно у собственника. Но там тоже есть свои нюансы. И мы руководствуемся принципом разумной достаточности. Всегда есть понимание, что чем больше услуг будет оказано, чем больше будет видоизменений, чем дороже будет эта переделка, тем сложнее будет окупить, и тем меньше вероятности того, что это пойдет уже системно в сетевое решение, и будут, например, обновлены или созданы все магазины. Поэтому мы немножечко осторожничаем с объемом именно изменений, понимая, что все это нужно будет окупать. Поэтому лучше всего, не стесняясь, напишите. Во-первых, есть презентация по выступлению, она достаточно подробная, я ее просто вышлю. Мы потом им сможем переговорить, или я непосредственно с вами поговорю, либо поговорят наши специалисты, если там узкий какой-то вопрос, и вообще понять, что лучше сделать. Наши миссии мы видим следующее. Создание цивилизованного, следующего уровня, до уровня Европы, сервиса, в первую очередь, для потребителя. Мы это делаем, осуществляя сервис для нашего клиента, то есть для ритейлера, либо для ресторатора, для того, кто владеет общепитом, чтобы ему было удобнее, комфортнее переделать, и более осознанно эта переделка была. Спасибо большое, Данил, за такое интересное общение. Желаю вам удачи и надеюсь, что наша индустрия будет все больше и больше как бы следовать новым трендам, которые в плюс идут и предпринимателям, и конечным покупателям. Спасибо большое. Вам спасибо тоже большое и удачи. Продолжение следует...